всем привет дорогие друзья с вами Коля Элл и сегодня Близзард анонсировала новое дополнение к Hearthstone называется Knights of the Frozen Throne или Рыцарь Ледяного Трона я так понимаю если по-русски и в нем игроки отправятся в Вайс Краун то есть в Ледяную Корону опять к Королю Ильичу и его приспешникам все такое вот показали сегодня несколько карт сказали что дополнение выйдет в августе будут бесплатные однополитические миссии за которые будут небольшие награды там по-моему три пак карт и одна случайно легендарная карта о которых мы говорим чуть попозже сейчас вот и я прям очень excited потому что ну возвращение в Ледяную Корону я ждал довольно давно это мое наверное любимое дополнение World of Warcraft вот и тема мне очень нравится я надеюсь что это дополнение ну сможет меня вернуть в игру потому что Hearthstone я забросил пару месяцев назад вот замечательный ролик нам показали но ролик не информативный поэтому перейдем сразу к картам новый тип карт герои это легендарные как спилы которые заменяют вашего героя на нового добавляют ему немножко брони как они сказали значит в анонсе и дают ему новую способность героическую вот ну и Battle Cry у них тоже есть вот например Рексар то есть все герои могут стать рыцарем смерти Рексар когда становится рыцарем смерти за шесть маны я так понимаю они все будут довольно на них стоит вот он наносит всем миньонам врага по 2 урона получает плюс 5 брони и получает новую способность сконструировать зверя вот она стоит 2 маны и два раза дискаверится зверь из всех зверей как я понимаю доступных там в стандарте или вайлде вот и эти звери совмещаются в одну карту с совмещенной значит стоимостью и совмещенными статами и эффектами например показали совмещение Red Pack то есть 2-2 за 3 маны и когда она умирает появляются две крысы или сколько там было атаки да и вторая карта была улитка которая с 2 маны 1-2 таунт и яд вот и вот в результате получилась карта за 5 маны да сколько там 34 с таунтом с ядом и все такое ну то есть комбинации просто невероятная возникает я не знаю как это как это не собрались балансировать но видимо так что просто карты карты такие они будут довольно дорогие то есть способность героя стоит 2 маны но карты появляются у вас в руке она не появляется вот этот комбинированную зерену не сразу появляется на поле и да интересно интересно к сожалению других героев деснайтов карты пока не показали но сказали что после прохождения вот этих бесплатных значит миссии вам дадут случайную одну карту такую легендарную то есть я так понимаю что классов 9 легендарных карт 9 вот этих вот наверняка будут еще слушайте наверно много будет легендарных опять в этом дополнение хотя пока не ясно сколько да точно по моему 135 карт всего будет вот дальше ну вот новая карта такая простая в принципе 3 маны 3 1 нейтральная и до сратал она добавляет вам в руку случайно существует до срата но она хорошая карта для арены и то не очень потому что один хп а стандарте естественно на играться не будет но flavor of flavor такая карта не они сказали что в дополнение будет много смерти вот собственно карта про смерть да следующая карта более интересная новое ключевое слово life steal карта паладина chill blade champion 4 маны 3 2 чарж и лайф стил лайф стил работает очень просто сколько урона наносится такой карты столько отхиливается вашему герою то есть ну удобно и удобные такие карты должны быть для контроль колод чтобы можно было их играть и отхиливаться под натиском всяких агры мудаков извините если вы играете агро ну я тоже просто для значит акцент вот сожалению да показали пока только одну такую они там еще 2 2 карты вот не ясно как они будут работать но вот это 432 чарж и лайф стил выглядит уже вполне ничего контроль паладин если такое когда-нибудь появится не знаю принципе для агро паладина тоже карта выглядит ничего но посмотрим может дороговато следующая карта spirit lash 2 маны пристовский спел наносит один урона всем миньона то есть и вашим и врага и у нее тоже лайф стил то есть если полная значит полная доска миньонов 14 всем по одному урона и 14 хп вам восстанавливает честно говоря не знаю один урона это как-то очень мало да с другой стороны есть отхил то есть например с со спелл пауэром если сыграть сначала скелетика легендарного за 2 маны который плюс один спелл пауэр добавляет и карту потом тянет при смерти и потом сыграть спирит лэш и он всем ударит по 2 это уже лучше плюс к тому же это и отхилит вас два раза больше то есть принципе возможно эта карта и будет играться на арене вот на арене не знаю на линии без ну на и вы вряд ли получите там спелл пауэр а если получите то не знаете да получите вы или нет вот на арене не знаю новая легендарка вот она то есть получается 10 получается их то может быть штук 15 16 не знаю в принципе летит интересно штука нейтральная 2 маны 2 2 и если у вас когда вы играете в колоде нету карт за 2 маны она добавляет плюс 1 плюс 1 всем существам в колоде ну это это конечно интересно наверное ну понятно по понятным причинам для арены такая карта вообще не подходит потому что если на арене у вас нет существенно за 2 маны в колоде то вы просто проиграете там 80 процентов своих игр там по статистике не знаю может даже больше вот а для констракта интересное потому что ну если вы играете агро колоды то такую как тоже не надо брать а если вы играете контроль колоды то такая карта вам поможет в начале игры да там в середине тоже принципе ну демоны просто и так собирать другой стороны она занимает до слот для карта их немного всего 30 в колоде не знаю не знаю но интересная карта пока ее потенциал не ясен а вот это новая борда на которой будет происходить сражение и значит однополевые эти приключения ну да карты 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 все карты закончились больше карт не показали новые карты по моему сказали начнут показывать 24 только числа 24 июля так что нам ждать еще получается сколько 17 дней но blizzard как всегда но релиз в августе поэтому в принципе ждать недолго ну и новая рубашка в тему мне нравится вот это это понимает за предзаказ предзаказ там как обычно 50 насчет паков ну и вы помните все эти значит изменения которые будут вместе с новым дополнением вы получите гарантированно легендарку в первые 10 паках да и плюс вам не будут выпадать дубликаты то есть дубликат легендарка то есть теперь принципе предзаказ делать выгодно потому что за предзаказ дают 50 паков и 40 черт где тут написано 50 вот 50 да и получается вы в первых 10 получите как минимум одну легендарку и следующих 40 или сколько там пяти таймер короче ну вы получите гарантированно в предзаказе две разные легендарки плюс вот этот вот значит это случайно легендарка за выполнение миссии то есть уже три легендарки которые не будут повторяться ну я так понимаю не должны повторяться между миссиями и паками в общем теперь value предзаказ значительно подрос это ну как бы это самые минимальные да то есть вполне довольно велики шансы что вы пятидесяти паках получите больше легендарок короче о чем я забыл сказать сейчас мне подскажут подскажут насчет сайт до 135 карт личкинг главный босс естественно вот все я так понимаю ждем дополнение ждем анонсу новых карт я как я уже сказал сильно excited надеюсь что что агроколоды будут не такими жестокими у дополнение хотя blizzard вряд ли это позволит да и надеюсь что вот эти легендарные герои они будут ну будут играться они как квесты из ангора которые практически все бесполезны вот ну что всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайк если вам понравилось видео ставьте лайк если вам видео не понравилось по каким-то причинам приходите в комментарии задавайте вопросы вот подписывайтесь на наш канал потому что все обзоры новых карт здесь будут вовремя вот так же у нас есть еженедельный подкаст там видео про другие игры стримы очень много всего разного у нас есть twitter с игровыми новостями то есть полный полный пакет и у нас есть патреон первая ссылка в описании этого видео вы можете туда зайти и дать нам денег развитие проекта там написано как почему зачем что это вообще как это вообще все работает вот все огромное спасибо еще раз вам и пока